И всем привет! Меня зовут Алекс Хром, и сегодня мы поговорим об одной из самых наркоманских и жутких игр, которые когда-либо выпускались на этот белый свет. Советую женщинам, детям и вообще слабакам и хлюпикам удалиться от экрана, ведь просмотр этого видео может вызвать понос, рвоту и какашки с кровью. В общем, зрелище то еще. Объект обозрения – игра под названием The Binding of Isaac, которую я зову жесткой машиной смерти. Что же скрывается под постером – это из первого взгляда безобидной игры. Стоит присмотреться к трейлеру, который уже намекает на суть происходящего. По замесу мы берем на себя роль мужественного нытика Айзека, который попадает в какое-то адовое место на потопе жилища Джейсона или дяди Фредди. Естественно, на бедного парнишу сразу нападают стаи злых извращенцев, тут и малолетний раздолбай с пакетами на голове, и куча говна с мухами-людоедами, и боссы, которые были, видимо, выблеванными из мутировавшего гамбургера Гермафродита. В общем, курили авторы игры не весь что. Всё, что умеется у Айзека – это слёзы. Да, и дрить его за задницу – это слёзы. Именно солёной водой и собирается прорываться к свободе наш маленький друг. Честно сказать, сам геймплей не то чтобы в новинку, мне он напомнил игру Бомбермен. Поскольку у Айзека тоже есть бомбы, да и вид сверху, ну и сама идея немного похожа. В общем, суть в том, чтобы стрелять во все четыре стороны солёными наливными слезами, и мочить монстров. А монстров здесь целый зоопарк. Забудьте Outlast, Dead Space и прочие детские шалости. Зубастые черви, дьявольские отродия на извращённом красном богатыре, какая-то блёвань с привязанным зародышем и прочее. Никто не говорит что-то плохо, но пятачок из Алкласс знатно обосрался после увиденного. Монстры, которых придумали авторы, реально впечатляют и удивляют. Если игра вышла бы в 3D, ей можно было бы наказывать серийных убийц, рецидивистов, ну и школьников, снимающих сплей по Майнкрафту. Суть. Суть игры в том, что вы никогда не будете играть в одно и то же, и то есть есть подземелья, лабиринты, которые генерируются случайным образом. И это уникально, поиграв в игру чуть более часа, вас реально затянет. В неё нельзя играть мало, иначе просто не почувствуете вкус азарт. Но стоит заметить, что игра хардкорная и весьма трудная. Чтобы ваш пукан не улетел на луну, потренируйтесь пару-тройку раз. Айзек не такой живучий, а восстановления здоровья, как в бабских шутерах, у него нет. Боссы тоже случайны, к слову, здесь не представляют не такую большую опасность, как мелочь. Босса хорошо видно, и он один. А на остальных уровнях на вас рвутся, пусть мелкие враги, но в большом количестве. На боссов, кстати, авторы игры потратили очень много времени, и это видно по их дизайну. Что касается сеттинга, то здесь он однообразен, сплошные подземелья. Его уручает тот факт, что он генерируется случайным образом, что доставляет. Однако мы можем увидеть забавные элементы окружения, вроде камешков, кучек дерьма и так далее. Детализация и внимание к небольшому миру отличная, пусть сеттингом не гигантских размеров, но учтены все детали и сделаны превосходно. Подведу итог. Игра очень спорная, с одной стороны проростенькая 2D, но подкупает она сильно. Сдягивает как чёрная дыра и не отпускает до самого конца. А конца ей не видно. В общем, достойный проект для инди-разработчиков, который стоит сыграть всем любителям головоломок и хардкора. Если вам понравил игры в стиле супер-мидбой и так далее, то этот зверский экшен для вас. 8 из 10, и это отличная работа студии Эдмунд Макмилен. С вами был GameDuty, подписывайтесь на наш игровой канал и наслаждайтесь просмотров. И не забудьте посетить крупнейшую игровую базу в России, gameduty.ru, где вы сможете найти абсолютно кучу-кучу, огромную кучу, как кучу говна в Binding of Isaac. Игр, которые можно бесплатно скачать, посмотреть, достижения, прогресс, ачивки, карточки, трейлеры, геймплей. И в общем, всё-всё-всё, что связано с этой игрой. И не забудьте поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Снова повторюсь, что благодарен вам за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok